Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение психологического хоррора Ювента. В прошлой серии мы с вами продвинулись еще дальше, решили одну головоломку в кабинете анатомии, биологии. Все получилось, получили цифру, и получили вторую цифру, про которую мне напомнил один зритель, подписчик. Спасибо тебе большое, я, честно говоря, эту цифру помню, но она как-то мелькнула так, и я даже не придал значения о том, что мне ее нужно запоминать. И, друзья, еще один интересный момент, это жесть, мне еще один зритель, девушка, смотрит уже довольно давно. Мой канал напомнило один такой интересный момент. В игре есть инвентарь, друзья, вы себе можете только представить это, инвентарь есть в этой игре. Но, вот смотрите, вы, зная, что есть в игре инвентарь, вот вам об этом говорят, что вы сделаете? Вы зададитесь вопросом, на какую же кнопку этот инвентарь, так? Да, давайте посмотрим, на какую кнопку у нас инвентарь. Первые четыре кнопки, это действие, точнее, движение. Взаимодействие, присесть здесь в фонарь, очистить очки. Чудеснейшая опция, друзья, вот она нужна в этой игре просто, как никакая другая. Очистить очки. Это называется искусственное затягивание времени. Прыжок и бег. Так, мы покрутим колесиком. Нет, ничего не происходит, друзья, обратите внимание. Ничего совершенно. Нет инвентаря в игре. Ну, по сути. Какой кнопкой его вызвать? А я вам скажу, какой, друзья. Когда я только начинал первую серию, я там переписал в блокнотик немножко об этой игре. Я вообще зачитывал вам попутно, заходя, играя. Так вот, в этой первой серии, если вы запустите тот момент, когда наш чудо-сторож курил сигаретку, там сверху нам один раз в жизни, наверное, не знаю, больше я просто не видел ничего подобного, написали о том, что инвентарь у нас, друзья, на таб. Внимание, вот он. У нас здесь есть код. У нас здесь пишутся наши задания, что нужно делать. Вы только себе представьте. Я мог пройти игру, если бы мне не написали, я мог бы пройти игру полностью, понимаете? Не зная о том, что есть инвентарь. Разработчик дорогой. Так, кстати. Оп, ключик. Прекрасно. Забираем. Разработчик. Еще здесь видел монетку. Разработчик дорогой, ты будь добр. Ты как-то намекай, что ли, я не знаю, нормально на такие вещи. Ну, нельзя. Нельзя так просто один раз сказать о том, что в игре есть инвентарь и больше его никаким образом не обозначить, не подсказать, не показать. Но, друзья, вот вам смотрите. Инвентарь есть. Вот у нас, к слову, ключ появился какой-то. Сейчас узнаем от чего. Инвентарь есть. Но все те монетки, марки и прочая-прочая требуха, которую мы поднимаем, она никуда не попадает. Бросить монетку нельзя. Наверное. Не знаю, друзья. Ну вот мы монетку только что подобрали. Вы видите монетку? И я не вижу. Значит, ее нет. А суслик есть, а монетки нет, друзья. Вот так вот. И почему-то мы начали отсюда. Непонятно почему. Чекпоинт у нас был в другой стороне. Хорошо. Давайте будем разбираться. Дверь закрыта. Отлично. Так, у нас что? Найдите, чем открыть дверь на третьем этаже. Найдите код от сейфа. Доберитесь до актового зала. Найдите ключ от центрального коридора. Не знаю, что значит четыре цвета у заданий. Видимо, степень их выполнения, наверное, возможно. Не знаю, друзья. Я уже не знаю, чего от этой игры ожидать. Потому что совершенно непонятно. Вообще здесь некоторые моменты. Вот блестит монетка. Раз, да. Оп, какая-то монетка интересная. Победа над фашистской Германией. 20 лет. С СССР 1 рубль. Мы такие, отлично. Мы подобрали монетку. Да. Раз. Где же нам ее посмотреть? В инвентаре? Нет, друзья. Нет. Монетка исчезает. Растворяется. Просто на атомы. Распадается в пальцах нашего героя. Так, смотрим дальше. Давайте искать. Ключ мы, к слову, нашли. Но та дверь этим ключом не открывается. Потому что там я вообще замка не заметил. Хорошо. Так, аккумулятор. А, аккумулятор. Мы уже, кажется, сливали. Вы перелили электролит. Окей. Но в прошлой серии, по-моему, мы находили уже этот аккумулятор и сливали с него электролит. Но там нас зарубил мужик. Или мы сами сдались. Или что-то такое. Так. Прекрасно. Мы нашли... Да. Мы нашли дверь, которой открывается этот ключ. А это у нас... Ага. Это у нас, наверное, кабинет химии, я думаю. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Есть у нас микроскоп. Внимание. Нажимай на Е, друзья. Никакой реакции не происходит. Оу. Бедный Сашка. Сашку растащили по всем кабинетам. Эх, Санька, Санька. Что ты там зажал? Очередную какую-то монетку. Фантастическую. Ненужную нам совершенно. Это же... Подождите. Это человеческая рука. Ну, вроде как да. Не, ну, мало ли, в школе может быть какая-нибудь еще там... Пластиковая рука там. Для каких-то опытов, например. Так, а здесь у нас что это такое? Сибирь. Угу. Какая-то Сибирь. Оу. А ну-ка, друзья, почитаем, что у нас на доске. Найдите электролит. Отлично. У нас есть электролит. Перелейте электролит в емкость 200 миллилитров. Нагрейте электролит, чтобы испарить воду. Подождите, пока дым выветрится из песчаной ванны. Песчаная ванна. Вот это, друзья, к слову. Там песок. Да. Значит, это песчаная ванна. H2SO4 готова, то есть серная кислота. И использовать кислоту. Угу. Ну, вообще, да, друзья. Такой опыт есть. Можно из обычного электролита, который в аккумуляторе содержится, сделать серную кислоту. Но я вам расскажу сейчас историю. Сейчас мы, во-первых, разберемся, как это перелить. Все это хозяйство. Нам, наверное, нужна какая-то колба. Так, что у нас здесь категорически запрещается? Набирать концентрированные кислоты, щелочи, аммиак, бром, пипеткой, тягивая ртом. Это надо делать с помощью резиновой груши, специальной пипеткой или сифоном. Хорошо. Так, а вот у нас колбы. Смотрите. Так, опа. На Е. Отлично, друзья. Мы набираем кислоту. Точнее, электролит. Так вот, попутно я вам расскажу. Когда-то я там понател от химии. Но это было в школе, друзья. В общем, решил я сделать концентрированную серную кислоту. Налил в алюминиевую кастрюльку обычный электролит. Из аккумулятора, который... Ну, как бы его-то несложно достать. Он продается в магазинах, в общем-то. И начал. Начал на газовой конфорке. Но не в доме, друзья. На улице там была такая техническая плита с баллоном для приготовления всяких кушаний для домашних животных. Вот. Начал. А зачем нам кислота нужна? Вы растворили руку. Сашка, нет, прости. Тебе, конечно, она уже не нужна, но... Ай-яй-яй. Неужели... И что? И все? Нет, подождите. Что? Все, что ли? Так, а ну-ка. Нет, вот. Прекрасно. Монетка 5 копеек, друзья. 1, 9, 7. Кстати. Кстати, а возможно... 375. Да. Там же для дураков... Для дураков большая цифра 5. Ай-яй, жесть. А я там выискиваю скрытые смыслы. Ну что, мужик поломится сейчас? Нет, не поломится. 375, друзья. У нас есть чудо-код. Так вот, возвращаясь к рассказу. Как я... Как я делал серную кислоту. Вот. Начал выпаривать. В общем, в кастрюльке, друзья, вот эту серную кислоту. Все бы ничего, но в том помещении, в техническом, где я это делал, мне, конечно, стоило бы... Мне стоило бы это как-то там открыть дверь, я не знаю. В общем, естественно, кислота начала вонять, парить и так далее. Зайти было невозможно туда. Там резало горло, там все першило сразу, вообще мгновенно. 375. Давайте. 375. Ох, какая головоломка, друзья. Просто вообще. Лучшая головоломка в мире. В сейфе лежат огромные кусачки. Прекрасно, прекрасно. Сейчас мы перекусим цепь, видимо. И очередной раз нас зарубит мужик. Из-под тишка. Потому что вот эти все зарубы из-под тишка, они действительно вообще не в тему здесь. То есть в какой-то момент тебя просто берут и рубят топором. Ты просто знать не знаешь, когда это произойдет. Вот, например, сейчас это может произойти. Задержите Е. Интересно. Так вот, друзья. Кое-как я там обмотал свою дурную голову на тот момент. Всякими полотенцами. Заскочил. Выключил. Ой, жесть. Не могу. Напугал чертов телефон. Выключил я эту кислоту. Они почти, почти, видимо. Вниз не спуститься. Хорошо. Здесь у нас предупреждение. Осторожно. Посмотрите-ка, девочка показывает на один выключатель. Обыщите третий этаж. И у нас сохранение прошло. Все, мы получили чекпоинт, друзья. А ну-ка. Ничего не произошло. В общем, выключил я эту кислоту. Все нормально. Кастрюлька алюминиевая, друзья, сверкала, как зеркало после вот этих всех дел и манипуляций. Не делайте так больше никогда. Ну, вы вообще так не делайте. А-а-а, ДДР-5, друзья. Это обозначение оперативной памяти. Но, конечно же, откуда оно? В советском времени. Там и ДДР-1 даже не существовало. А это... Так, стоп, стоп. Е. Угу. Вот какие-то шкафы просто открываются. Просто зачем-то открываются. Зачем? Так, секунду. Ага, понятно. Просто шкаф открывается с той стороны. Хорошо. А, ну-ка. Нет, ничего нету. 15 копеек, 1925 год. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Вообще, мне казалось, эта фраза звучит как объединяйтесь, по-моему, а не соединяйтесь. Ну, ладно, могу ошибаться. Кто знает, друзья, поправьте меня в комментариях. Ну что ж, продолжаем. Зачем-то мы сюда зашли. Кто-то мы здесь посмотрели. А непонятно, что и зачем. Оу. Вы посмотрите. Первое действительно жуткое граффити за все время здесь прохождения. Смотрите-ка, жуткое. Как сказал бы один персонаж, джентльмена, удачи. Какая отвратительная рожа. Вот, посмотрите. Действительно страшненько смотрится. Но вот это нарисовано круто, друзья. Если бы все граффити были плюс-минус такие же. А ну-ка. Оу. Тут можно на тап перемещаться по этому делу. Так. Код 375. Нет. Нет. Здесь это не прокатит. Что же, я думаю, 375? Нет. Конечно, нет. Слишком было бы глупо. Не решай никаких головоломок на халяву получить здесь код. Каждый раз, думаю, открываю сейчас дверь и вылетает какой-нибудь мужик с топором или с двумя тесаками какими-то. Причем, вы заметили, что их здесь два на самом деле? Этих придурка. Один на первом этаже, один был на втором. Причем один какой-то молодой, один постарше мужик. Два мужичка каких-то опасных. Учитель воспитания ученика? Понятно. Это мы уже читали. Ну что? Когда появится наш друг? Вы там завязываете песочек сыпать? Нет дешевых скримеров. А это что такое? Я уж думал, кто-то там лезет на меня. С бачка хочет зайти. Так, ну хоть что-то закрытое нашли. Хорошо. Давайте будем разбираться дальше. Я не знаю, вот сколько раз я заходил здесь в туалет и столько раз я ничего не находил. Кроме унитаза. В не очень свежем виде, так скажем. А вы посмотрите, когда накаркал. Не раз говорит. Да ладно. Игра. Ну серьезно. Ой, какая жесть, друзья. Ну какая-то жесть. Ясно. Короче, поехали. Главное меню. Давайте от чекпоинта начнем. Нет, не пойду в туалет. На черт он мне туалет нужен за этой марки. Одной дурацкой. Так, вопрос. А нам вообще есть необходимость вот это вот все проходить? Мы же, по-моему, ничего особенного не нашли, да? Да, насколько я помню. Вот здесь нашли, по-моему, марку. Ну и где-то там еще монетку какую-то находили. Там у нас код. Дверь с кодом, точнее. Хорошо, давайте тогда дальше пойдем. Эта дверь закрыта. Закрыта же ведь? Нет, это не закрыта. Закрыта другая. Закрыта следующая. Вот эта. Да, так и есть. В туалет больше не пойду. Он смывает меня прямо вниз. Какое граффити. Вы посмотрите-ка. С намеком. Друзья, с намеком. Интересно. Граффити с намеком. Хорошо. Кто понял, в чем намек, пишите в комментариях. Еще одна закрытая дверь. Прекрасно, прекрасно. А здесь кто-то стульчиком подпер. Так, ну что, урок химии у нас был. Сейчас у нас будет урок информатики, видимо, да? А ну-ка. Я в школе, друзья, писал программы. Да, вот. Ну, не на таких компьютерах, конечно. Это, по-моему, вроде как даже посвежее, что ли. А может и на таких. Введите пароль. Пароль. Какого вводить? Ну, как его не вводить, а я его не знаю. Так что смысла, я думаю, что пока в этом нет. Сейчас поразбираемся, найдем пароль и тогда уже введем. 24 073. А это интересно. А ну-ка. Введите пароль. 24 073. Интер. Прекрасно, друзья, прекрасно. Windows. Ох, какой все старенькое. Хотя я помню, друзья, вот такую винду я еще помню. Что у нас, кстати, в корзине? Нет, ничего. Сеть. Компьютер номер 2. Так, вот. 296. Хорошо. 296. Здесь что-то невразумительное. Это непонятно. Здесь тоже. Мой компьютер. Все. А больше ничего? 296. Отлично. Смотрите-ка, открытые окна остаются. Это интересно. Прикольно устроен интерфейс здесь. Модель, алгоритм, программа. Ну да-да, что-то такое. Припоминаю. Хорошо, пойдемте дальше. Давненько не было этого придурка с топором. Слушайте. Слушайте, с таким звуком поднимается марка. Это безумно. Я этого звука боюсь, мне кажется, больше, чем всех остальных в этой игре. 296, друзья. Запоминаем. По-моему, тут никого нет. Давайте-ка пробежимся. А то будем долго тут ходить бродить. Ох, и страшная же ты картинка. Так, 296. Отлично. Отлично, друзья. Еще одна головоломочка у нас с вами решена. Прекрасно. Сторож, твой шанс номер два. Ты можешь выйти. Ты умрешь. Это вранье. Это вранье. Побыть не может. Это же я. Правда. Васильченко на свободе. Васильченко выпустили под залог. Мама девочки требует правосудия. Так. Освободись. Я изнасиловал и жестоко убил Екатерину Корнееву. Я убийца и заслуживаю смерти. Я не достоин называться человеком и не достоин жить. Я совершил низменный поступок, и мое жалкое существование не может продолжаться. Я раскаиваюсь у содеянным. Спасибо. А, простите, а что только что было? Все? Не, вот теперь уж точно все. Это я прекрасно понимаю. Друзья, вы знаете, я сейчас скручу этот чертов звук. Вот так вот сделаем. И немножко давайте пообщаемся. Вы знаете, концовка, она как обухом по голове. Просто. Ну, что это такое? Как это? Что за бред вообще? Скажите мне. Что это такое? То есть он ходил, ходил, ходил. Ему мерещились, получается, эти маньяки. Или это те, кто его хотели убить? Пришли, может быть, за ним там, например. Возможно. Подождите. Он, получается, забыл, что ли, эти события? Что он там кого-то изнасиловал, его выпустили? В общем, ну, непредсказуемый финал, как бы, я вам скажу так. Он на 300% оправдал свое название. Но качество этого непредсказуемого финала для меня, друзья, остается, ну, никакое. Вот эта концовка, ну, во-первых, очень резко как-то ходил, ходил, бродил, бродил. Там два раза три убежал от каких-то фанатиков с топорами. Пришел куда-то, прочитал газету и застрелился. Все. Ой, какой бред, честно. Ну, ладно, друзья, в общем. Давайте тогда в следующих прохождениях увидимся, как говорится, да? Спасибо, что посмотрели это видео, если вам оно понравилось. Хотя я, друзья, не знаю, как это может понравиться. Атмосфера в игре классная, я не спорю, обалденная. Все остальное, ну, очень странное, с учетом того, что можно еще улететь спокойно под текстуры. Пишите ваше мнение в комментариях, просто, если хотите пообщаться, тоже пишите в комментариях. Я их читаю, отвечаю на них. И увидимся в следующих прохождениях, друзья. Пока-пока.